Добрый вечер! В эфире Вести. Карачаево-Черкесия в студии. Ярослав Чекланов. Смотрите в нашем выпуске. Продолжается онлайн-голосование за объекты благоустройства. Четыре населенных пункта уже определены. Черкес, Карачаевскую, Джигута и поселок Минногорский. Судебные приставы проводят социально-информационную кампанию, направленную на взыскание алиментов с отцов-должников. Форелевое озеро в ущелье Ганачхир обмелело или его просто накрыла грязевая лавина. Как вернуть былую красоту озеру Тубын-Лек... Тубын-Керкен. Какими ремеслами владели казаки, как они изготавливали необходимое орудие труда и конскую упряжь в Куджиновской школе прошел необычный урок. Глава Карачаев-Черкесии Рашид Тимрезов призвал принять участие по отбору общественных территорий в 2023 году в республике. Четыре населенных пункта уже определены для участия во всероссийском голосовании. Это Черкес, Карачаевск, Куджигута и поселок Медногорский в Урубском районе. Меньше двух недель остается до конца онлайн-голосование за объекты благоустройства. Любой житель Карачаев-Черкесии имеет возможность до конца мая выбрать понравившийся объект преображения общедоступной территории в одном из четырех населенных пунктов республики. Какие способы для этого имеются, выяснял наш корреспондент Артур Мхце. Это дизайн проекта общественных территорий, отобранных в прошлом году для того, чтобы благоустраивать в текущем году. На столе в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства проекты парка в Старой Джигуте, преградной ТРЗ Зиюка, которые были утверждены для реализации на ближайшую перспективу. Где-то работы уже начались, да другие подрядные организации возьмутся в ближайшее время. Преображение узнаваемых многими территорий стало возможным благодаря тому, что сами жители активно поддерживали каждый из проектов. Оно важно, когда мы видим, что людей голосует больше, мы понимаем, что люди активно принимают участие в жизни города, в жизни нашей республики. Конечно, когда мы видим много голосов, мы сами тоже относимся более серьезно. Проектировщики тоже также относятся серьезно к таким объектам. Конечно, хотелось бы, чтобы наши жители были активные. Каждый человек имеет свое представление о благоустройстве той или иной территории общего пользования. Собственно, для определения кандидатов на создание комфортных условий для населения, пять лет назад в Черкесске и провели первое рейтинговое голосование. Горожане предлагали объекты, вносили предложения по их обустройству. В нынешнем голосовании участвуют продолжение сквера по улице Даватора и небольшая территория в парке «Зеленый остров». Теперь осталась неблагоустроенная территория от пограничного отделения ФСБ и до железной дороги по улице Даватора. Мы ее так утрированно назвали «Аллея Даватора». И еще представлен проект на голосование, который будет запланирован в благоустройство на 2023 год. Это лестница, каскадная лестница на спуске на «Зеленом острове». В течение нескольких предыдущих лет власти Черкеска преобразили большую часть сквера под Даватора. Так были установлены детские игровые комплексы, скамейки, осветительные приборы, малые архитектурные формы. Необустроенным оставался разве что этот участок. Теперь в случае его поддержки большинством горожан территорию вдоль дороги можно будет считать полностью благоустроенной. Но надо понимать, что при подведении итогов учитывается и сама активность населения. Кому будет интересен проект, за который из более чем 120 тысяч проголосует сотая часть. Стоит добавить, что у населения есть несколько способов для того, чтобы выразить свою позицию. Помимо ранее успешно опробированного участия волонтеров, можно воспользоваться порталом госуслуги. Проголосовать за понравившую территорию можно на сайте 09городсреда.ру, авторизовавшись через госуслуги. Вводите пароль-логин от своего кабинета и вас непосредственно переносят на ту страницу, где нужно проголосовать. До завершения онлайн-голосования осталось всего ничего. Конец мая совсем близко. Поддержка того или иного проекта важна в первую очередь для самих людей, которым должно быть небезразлично, в каких условиях они будут дальше жить и отдыхать. Артур Мухцей, Ислам Урумов, Вести Карачаево, Черкесия. 26 мая стартует основной период сдачи единого госэкзамена. В этот раз у 11-ти классников проверят знания географии, литературы, химии. И сегодня в Роспотребнадзоре республики сообщили, как будут проходить экзамены в условиях нынешней эпидситуации. Отменено требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета. Не требуется соблюдать социальную дистанцию, но сохраняются следующие противоэпидемиологические мероприятия. Использование членами экзаменационных комиссий средств индивидуальной защиты, проветривание помещений, проведение уборки с использованием дезинфицирующих средств, наличие антисептиков, оснащение помещений оборудованием для обеззараживания воздуха. Эта акция проводится ежегодно и уже стала традиционной. Алименщиков с приставами ловила и наша съемочная группа. Мадина Каракетова далее. Дети – это святое, и их интересы надо свято соблюдать. С такой убежденности работает в Адагихабльском районном отделении управления службы судебных приставов России по Карачаево-Черкесии Альбина Кумукова. Ее направление – взыскание алиментов. Жители района и коллеги уважают ее за ответственность и принципиальность в этом вопросе. Вот и сегодня Альбина в сопровождении коллег из отдела по обеспечению установленного порядка деятельности судов отправилась на поиск безответственных отцов. Большинство из них задолжали своим детям немалые суммы. Этот мужчина рискует лишиться автомобиля, если в скором времени не решит вопрос с выплатой алиментов. Альбина наложила на его машину арест. Изменение места хранения арестованного ответственного имущества, а также любая передача его другим лицам без письменного разрешения судебного ответственного исполнителя запрещается. Предупреждаю вас об уголовной ответственности по статье 312 Уголовного кодекса Российской Федерации за расстрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу имущества подвергнутому описям и аресту, и вверенного вам на хранение. Следующего безответственного папу пришлось ввести в отделение службы судебных приставов. Альбина Кумукова информировала его о сумме задолженности перед собственным ребенком. На сегодняшний день ваша задолженность по исполнительному производству составляет 87 435 рублей. На мужчину составили административный протокол и сопроводили в суд. И уже судья примет решение в отношении его дальнейшей судьбы. Как правило, это обязательные исправительные работы или арест. Но ребенок обязательно получит полагающиеся ему по закону выплаты. Альбина Кумукова всегда работает на результат. Не раз эта девушка защищала интересы и многодетная мама Светланы Мижевой, вернее ее троих детей. Женщина признается, что благодаря оперативности и принципиальности судебного пристава ее дети не остаются без положенной материальной поддержки отца. Работу выполняют приставы на отлично. У меня трое детей, я получаю алименты. Благодаря им я получаю своевременно. Мои дети не страдают. Не задерживаются у меня алименты. Все хорошо. Лейтенант внутренней службы Альбина Кумукова в органах принудительного исполнения трудится пять лет. За эти годы ее работа не раз была отмечена на самом высоком уровне. Альбина побеждала на профессиональных конкурсах. Вот и недавно девушка была признана лучшей в региональном этапе профессионального конкурса органа принудительного исполнения детям. По итогам второго этапа конкурса она заняла первое место в номинации «Исполнение исполнительных документов по взысканию алиментов». Судебный пристав-исполнитель по взысканию алиментов прежде всего должен ответственно относиться к работе и очень четко осознавать, что именно от его действий зависит. В полной ли мере будут защищены права несовершеннолетних детей. Все эти качества Альбины Кумуковой несомненно присущи. В каждой конкретной ситуации она стремится обеспечить своевременность и результативность применения всего комплекса мер, предусмотренного действующим законодательством. Впереди Альбину ждет еще одно серьезное профессиональное испытание – третий и заключительный этап всероссийского конкурса органа принудительного исполнения детям, который совсем скоро состоится в Москве. Пристав-исполнитель из Карачаева-Черкесии представит на нем Северокавказский федеральный округ. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашебоков, Вести Карачаева-Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, в отдельных районах Сильный и Град, ветер северо-западный – 5-10 метров в секунду. При грозе будут порывы до 15-18. Температура ночью 5-10 в горах, до плюс 5, а днем 13-18 выше нуля, и местами 6-11 со знаком «плюс». В Черкесии кратковременный дождь и гроза, ветер северо-западный – 5-10 метров в секунду. Температура ночью 8-10, а днем 15-17 градусов тепла. Окна в рассрочку! Оконный комбинат! 8-938-333-92-0 Продолжаем выпуск. Прекрасное форелевое озеро в Ганачхирском ущелье – излюбленное и часто посещаемое туристами место, но если навестить его сейчас, то можно наблюдать вот такую печальную картину. Форелевое, или как его еще называют Тубан-Лыкёль, больше похоже на болото. Что же случилось с озером, мы спросили председателя Карачао-Черкесского отделения Русского географического общества, доктора географических наук Вячеслава Онищенко. Озеро Тубан-Лыкёль находится на высоте около 1900 метров над уровнем моря. Уже появились признаки зарастания. Это говорит о том, что там увеличивается органическая масса в составе воды в озере. Это озеро ежегодно выбивается лавинами. Вот, может быть, этот фактор как раз и послужил тем, что это озеро сохранилось, потому что лавины как бы чистят дно озера, вот, ежегодно выбивая его. В этот раз произошел одновременный сход нескольких лавин, которые выбили все осадочные накопления на дне озера и создалась эта мрачная картина, как бы уничтожение озера. Но это не так. Лавинный снег выдавливает все осадки внутри озера. Как только растает снег, который перемешан с грунтом и илом, озеро восстановится и зеркало воды примет ежегодное очертание, говорит Вячеслав Валентинович. Какими ремеслами владели казаки, как они изготавливали необходимые орудия труда и конскую упряжь. В Куржиновской средней школе номер 2 прошел необычный урок мастерской казака, на котором школьники приобщались к традициям предков. Подробности у Алибаташева. Этот ручной гончарный круг не исторический экспонат, а орудие производства, недавно сделанное своими руками. А школьник Данила Еремин – гончар, умеющий делать простейшие изделия и рассказывать об этом. В начале своей работы гончар выбирает правильную глину, которая при обжиге не будет лопаться. Сразу же после этого он осаживает на гончарный круг кусок глины. Потом превращает его в конус и осаживает еще раз, чтобы полностью удалить пузырьки воздуха из глины. После этого он начинает формировать сосуд, вводя рукой вверх и вниз. Здесь все заняты делом, и работа кипит. В импровизированной кузнице – молодые кузнецы. После того, как мы приняли металл нужной формы, его нужно остудить. На этой кузне мы изготавливаем подковы. Продаем их на местном рынке или шорнику. Шорник Мухаммад Татаркулов, хоть и не изготавливает сам седло и другую конскую упряжь, но знает о ней буквально все. Это все натягивается кожей. После одеваются тапочки, крылья, битюк и надевается крышкой. Чтобы седло не падало с лошади, все это натягивается под пругой. А чтобы садник хорошо сидел, мы делаем специальные степена, чтобы ездить. И еще есть, чтобы ехать в горы, используют нагрудники, чтобы седло не падало назад. По соседству с шорником работает бондарь Ярослав Пинчук. Он занят изготовлением бочки. После этого, как мы сбиваем дощечки, я натягиваю резиновый кнут, чтобы придать окружность изделию. После этого я натягиваю железную, чтобы закрепить. После этого я проверяю ее на герметичность. Если она не пропускает воду, я ее отдаю на продажу на базар. Демонстрация основных казачьих ремесел сопровождается увлекательным рассказом учителя. Постарались воспроизвести казачий быт начала 19 века, чтобы дети непосредственно сами руками прочувствовали, как это происходит, что делается. Когда производишь руками, пропускаешь через голову, все очень хорошо запоминается. Мир казачьей культуры – это еще удивительные танцы, обряды, песни, которые помогают ребятам лучше узнавать историю своей родины и любить ее по-настоящему. Али Баташев, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Урубский район. Это все вести. Прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Редактор субтитров А.Семкин